В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Десятки самарцев пытаются получить свои автомобили или хотя бы вернуть заплаченные за них деньги. Все они стали жертвами недобросовестного автосалона АЗР Моторс Самара, дилера компании Рену. Как рассказывают потерпевшие, автомобили ПТС им обещали отдать через несколько дней после оплаты. Срок варьировался от 5 до 50 дней. Но авто так и не дождались более 80 человек. В конце прошлого года компания Рену отозвала дилерство у недобросовестного автосалона. Машины уехали, долги перед людьми, АЗР Моторс Самара остались. Марина Кравцова разбиралась в ситуации. Ирина Львовская и Анжелика Наумова, товарищи по несчастью, составляют очередные иски в суды. Для Анжелики автомобиль не роскошь. Ездить на работу и навещать пожилых родителей приходится через весь город. Старенькую восьмерку давно пора менять. Новую машину приобрела у официального дилера автосалона АЗР Моторс. Оформили кредит в Рену Банке. Тот перечислил деньги. Продавцы заверили, забрать автомобиль можно будет через несколько дней, когда придет ПТС. Сразу был вопрос по поводу того, что у нас у всех, у покупателей договор купли-продажи составлен едино. Но мы якобы все ждали прихода машины. То есть мы пришли, машина была на витрине. Я в ней сидела, я ее смотрела. Я машины никакой не ожидала. Машина была. В такой же ситуации Ирина. Деньги за машину заплатила, но через указанный в договоре срок ни ПТС, ни авто не получила. Взяли автомобиль 11 октября и у нас было по договору, то есть 50 дней поставки автомобиля. Ну то есть мы-то думали, что автомобиль вот он стоит, ну и как вроде бы сейчас придет ПТС, но даже через 50 дней эта ПТС не пришла. Таких потерпевших мы узнали, там более 90 человек. И есть люди с марта, апреля, кто ожидает свои автомобили оплаченные. Менеджеры АЗР Моторс продолжали кормить покупателей обещаниями. А 12 декабря уже купленные машины из автосалона вывезли. Компания Рено отозвала дилерство у горя автосалона. АЗР Моторс на заводском шоссе в Самаре закрылся. Люди остались ни с чем. Обманутые покупатели обращаются в полицию, прокуратуру. Однако пока ситуация с мертвой точки не сдвинулась. Автосалон закрыт. Поговорить с кем-то из персонала нам не удалось. Под приветливой надписью «Добро пожаловать» людей встречает вот такая белая бумажка, на которой мелким шрифтом написано «Автосалон временно не работает». Причем не работает он с 18 декабря. Между тем, когда наша съемочная группа подъехала к автосалону, за стеклом мы увидели примерно четырех человек. Но завидев камеру, они испугались и поспешили скрыться. Телефоны автосалона не отвечают. Сайт не работает. Где сейчас находятся оплаченные автомобили, покупатели не знают. Хотя многие продолжают исправно платить кредиты. Прокуратура Самарской области провела проверку по обращению одного из покупателей. В связи с наличием признаков нарушения требований правил продажи отдельных товаров по образцам, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Самарской области в отношении ООО «Заер Моторс» проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение о мерах административного воздействия. Официальный сайт главного управления МВД по Самарской области сообщает, что уголовное дело по факту мошенничества возбуждено и передано в отдел по расследованию преступлений. В мошенничестве подозревают неустановленного сотрудника автосалона. Как удалось выяснить самим пострадавшим, автосалон не переводил деньги за автомобили компании-производителю. Куда они делись, неизвестно. Около 50 пострадавших написали заявление в полицию. Поскольку автосалон уже не дилер компании «Рено», людям советуют писать иски в отношении «Заер Моторс» о возврате денег. К слову, случай в Самаре не единичный осенью 2014 года. Свои машины от дилера «Рено» не смогли получить жители Архангельска. Марина Кравцова, Павел Просняков. События. Тем временем обманутые вкладчики Самарского банка «Волга Кредит» обращаются в полицию. Уже подано более полутора тысяч заявлений. Люди готовят также обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им вернуть свои деньги. Напомню, лицензию банка отозвали в конце прошлого года. Недавно вкладчики начали получать страховые выплаты. Но многие обнаружили свои счета практически пустыми. Сотни людей написали заявление в полицию о мошенничестве. А сейчас возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у клиентов банка похищено в общей сложности более миллиарда рублей. Есть также информация, что в банке была и вторая база вкладчиков. Сейчас эти списки проверяет агентство по страхованию вкладов. Неожиданное решение под конец рабочей недели принял Центробанк, снизив ключевую ставку до 15%. На это тут же отреагировал рубль, упав в цене по отношению к доллару и евро. Но затем курс снизился. В итоге доллар на 31 января стоит 68,93 рубля, евро – 78,11 рубля. Свои финансы каждый месяц подсчитывают жители 446-го дома по проспекту Карла Маркса. Чтобы согреться в собственных квартирах, людям приходится включать по несколько обогревателей. А значит, переплачивать за электричество. О том, как пытаются победить холод в квартире, жители рассказали за чашкой чая. Чаепитие затянулось аж на всю зиму. Чайник в доме Кайгородовых кипятят каждые полчаса, иначе не согреться. Ветеран-дальневосточник Полина Ивановна говорит, бытовые условия как на войне. Спасаясь от холода, приходится надевать на себя сразу сто одежек. На ней вон сколько одежек, там еще теплая кофта у ней, вот, халат, платок, и вот такой, потому что холодно. Да и сама Анна Андреевна по дому без трех пар шерстяных носков и нескольких теплых кофт не ходит. Воздух в квартире удается нагреть до 19, только если включить два обогревателя. Ну, 800-900 рублей только за свет у нас. Ну, а куда деваться? Два обогревателя включаем, потому что невозможно. Холодные батареи во всех трех комнатах и на кухне. Ситуация продолжается уже несколько лет. Анна Кайгородова писала и обивала пороги различных инстанций. Результата нет. Они один раз пришли и говорят, у нас было в квартире 16 градусов. Они нам говорят, утепляйтесь. Мы швы вон сделали за свой счет, потому что в эту вазку ходили. Нам сказали, на 15-й год. Говорю, да вы что, мы замерзнем совсем. Тогда рабочие предположили, что батарея завоздушена или забита мусором. Батарею вот мы поменяли. Она как была холодная, так и есть. Вот новые батареи у нас. И все время сверху чуть теплая, а внизу совсем холодная. При этом у соседей в квартирах батареи даже горячие, рассказывает Анна Андреевна. Последний раз по вопросу отопления женщина обратилась в управляющую компанию «Васка» в конце октября. Ответа никакого не получила. Дозвониться, говорят, невозможно. Все время занятым. А ходить уже ноги не те. Женщине за 70. Мы готовы прийти проверить, составить акт. Первое, что со стыком, если у соседей все тепло, значит, что-то у них с батареей. То ли забиты, то ли вентиль закрыт. Надо смотреть и разбираться по этому вопросу. Разобраться, в чем дело, нам обещали ко 2 февраля. Мы обязательно снова побываем у Кайгородовых и проверим, сдержала ли управляющая компания свои обещания. А пока в ожидании коммунального блага семье придется по-прежнему оплачивать счета за тепло, которого нет, и беспрерывно пить горячий чай. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Ну что же, будем надеяться, мерзнуть им осталось недолго. Тем более, что и прогнозы синоптиков обнадеживающие. На следующей неделе столбик термометра приблизится к нулевой отметке. Правда, вот теперь добавят хлопот коммунальным службам. Там, где еще не успели очистить крыши от снега, могут образоваться сосульки. А потому управляющим компаниям стоит поторопиться. Как показали морозы, к гололеду оказались готовы не все. Участкового врача Галину Каратяеву пациенты не увидят ближайшие полгода. Когда шла на очередной вызов, подскользнулась, упала, очнулась гипс. Если бы не было перед этим падения и удара головой, я бы, конечно, спокойненько бы упала. А тут я постаралась всеми судьбами равновесие сохранить. Настолько выкрутила туловище, что полностью вывернулось сустав, разумеется, переломалось все, что можно. Плоская рельефная подошва на обуви и предельная концентрация внимания не уберегли от падения Галину Николаевну. Не спасают и передвижение на машине. Еще одна пациентка Лидия Кучер думала, что личный автомобиль точно убережет ее от гололеда. Не тут-то было. Я пошла на ту сторону, где-то школа 63-я и прямо около диспансера, угла Венцкая из Степанразия. Я рула, как упала, на бок я. Сначала ничего, потом чувствую, нога у меня же вывернулась. Мы на машине постоянно. Тут я просто час был свободен, и я решила сама пробежаться. Только за прошедшую неделю в больницу Пирогова поступило около 20 человек с травмами, полученными на улице, в том числе и за гололедом. В детскую травматологию больницы Калинина 45 несовершеннолетних. Заведующий травматологическим отделением клиник медуниверситета Сергей Ордатов говорит, зимой в отделении каждый второй пациент с травмой, полученной из-за гололеда. Время гололеда – это дополнительная нагрузка как раз на травматологические службы. Всплеск пострадавших. Пациенты, как правило, занимают все свободные места, вплоть до коридоров. В основном это что? Это переломы лодыжек, это переломы луча в типичном месте. Кому-то не повезло больше переломы костей голени, шейки, бедра. То есть все это, безусловно, растет в геометрической прогрессии на фоне гололедицы. Всю неделю наша съемочная группа выезжала по сигналам телезрителей в те уголки города, где особенно скользко. В пятницу мы решили проверить, среагировали ли управляющие компании на жалобы людей и наши сюжеты. Ну что ж, друзья, наша недельная работа не прошла даром. Скользких мест в Самаре стало меньше. Остановки общественного транспорта были почищены, как, впрочем, и тротуары. Поэтому и мы временно убираем свои коньки. Возле остановки на пересечении Мичурина и Масленникова еще два дня назад невозможно было пройти. Теперь лед сколот и лежит в стороне. Подобная картина и на полевое ледяное покрытие, о котором мы рассказывали в начале недели, полностью счищена. Конечно, самарцы не могли не заметить перемен к лучшему. Я часто езжу, почти каждый день на транспорте. И сейчас заметил, что стали лучше чистить, по крайней мере, на остановках. Вот эту остановку я смотрю, она посыпана гидрантами, я смотрю, и солью там, наверное, посыпана. Вот более-менее хорошо. Можно будет подходить. Люди не будут получать травмы. Всецело полагаться на коммунальные службы, конечно, нельзя. Не стоит забывать и о собственных мерах безопасности. Носить удобную обувь, смотреть под ноги, ну или в случае чего, звонить в редакцию телеканала «Самара ГИС». Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Другим темам Алексея Косова и Александра Петрова, обвиняемых в разбой и двойном убийстве, будет судить коллегия присяжна. К ее формированию приступили в Самарском областном суде. Напомню, по версии следствия, в ноябре 2013 года двое обвиняемых расправились с семьей предпринимателей Анной Евгением Олейниковыми. Преступление было совершено в их квартире на улице Партизанская. Как установили эксперты, женщина была задушена. Рядом лежало частично, но расчлененное тело ее мужа. Подсудимые скрылись с места преступления, завладев золотыми украшениями потерпевших, а также денежной суммой в размере одного миллиона рублей. Скрывались они в городе Нефтегорске. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев подсудимых, а также, когда сотрудники полиции начали отрабатывать всех знакомых Олейниковых, стало известно о том, что не мог найти Косова и Петрова. Полицейские задержали Алексея Косова, а позже Александр Петров сам явился с повинной. Как установило следствие, у убитого Евгения Олейникова и одного из подсудимых был совместный бизнес. Это ли послужило причиной преступления, пока неизвестно. Алексей Косов свою вину отрицает. Второй подсудимый признает частично. Виновны ли подсудимые и заслуживают ли снисхождения, предстоит решить коллегии присяжных. Продолжаем выпуск. К 200-летию со дня рождения губернатора Самарской области Константина Грота в музее имени Алабина открыли выставку. О выдающемся государственном деятеле и благотворителе рассказывают информационные стенды. Грот оказался в Самаре в сложный, переломный момент истории страны и края. Благодаря его усилиям уездный город стал губернским центром. Были открытая мужская гимназия, духовная семинария, театр, женское училище, военный госпиталь. В то время Самара – это уездный город, улицы, которые тонули в пыли, в песке, ни мостовых, ни тротуаров. Ну, представьте. Совсем другая жизнь была. И иногда он сам приходил в уныние, в уныние приходил, и тем не менее он преодолел это уныние. Он превратил наш город в более-менее культурный, просвещенный. Выставка хороша своей компактностью. Удобные стенды легко расположить в коридорах учебных заведений, чтобы школьники могли поближе познакомиться с персоной Константина Грота. Экспозиция направится в школы, лице, библиотеки, музеи Самары. Вернуться на время в прошлое самарцам предлагают и фотографы. Монохромная экспозиция открылась в галерее «Виктория». С 1932 по 1941 годы автор снимков Аркадий Шахет фотографировал то, что было интересно ему, как советскому человеку. Сегодня по ним можно изучать историю страны. Вот так закалялась сталь на металлургических заводах. А это парад военной техники на Красной площади в 1940 году. Всего более ста фотографий, сделанных еще до Великой Отечественной войны. За каждым снимком на этой выставке своя история. Однажды автор Аркадий Шахет чуть было не погиб, снимая Киевский вокзал в Москве с огромной высоты. Шагнул в пустоту и повис на каком-то крюке. Ну дальше его сняли, пошел в редакцию, отдал негатив и сделали эти снимки. Куратор выставки, она же внучка автора работ, делится. Здесь собрана только третья часть фотографий деда. Аркадий Шахет родился в 1898 году на Украине. Позже переехал в Россию, устроился в фотоателье, а позже стал штатным фотографом нескольких советских газет, благодаря чему объездил полстраны. Нужно было показать то основное, ради чего он туда приехал, и запечатлеть это для неграмотной страны. Значит, эта фотография должна была быть почти словом. Выставка фотографий Аркадия Шахета в галерее «Виктория» будет работать до 1 марта. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Современную историю пишут журналисты, блогеры, людям, которые есть что сказать, а может решить какую-то социальную проблему с «Трелой». Творчество прямо в яблочко попали победители регионального этапа конкурса «Серебряный лучник». Самые интересные и значимые проекты в области связей с общественностью стали лучшими в девяти номинациях. Алексей Дмитренко выстрелил креативом в бесконечное виртуальное пространство. Его проект стал лучшим в сети интернет. Авторский конкурс «Таинственный покупатель» Алексей вместе с коллегами запустил в августе прошлого года на своем интернет-портале. Призвали наших жителей Самары, блогеров, журналистов, людей, которые каждый день совершают покупки, которые ходят по соляриям, посещают автоцентры, которые пользуются ежедневными вещами, которые мы с вами привыкли делать. Писать материалы, писать рассказы именно о том, что интересного они услышали, увидели или получили какой собственный опыт именно в процессе получения услуги или покупки и приобретения того или иного товара. За пять лет в «Серебряном лучнике» приняли участие более трех тысяч человек из выше двухсот проектов. В этом году заявки подали порядка сорока конкурсантов, но попасть в цель удалось лишь четверть из них. Вручать фигурку лучников в Самаре не имеют права. Это прерогатива Москвы. Поэтому победители в качестве памятного приза получили цветущий кактус. Очень жесткий, колючий, ершистый цветочек. И не часто он цветет. И вот эта метафора того нам хотелось бы, чтобы те люди, которые будут реализовывать проект в 2015 году, они взяли что-то неказистое и из этого неказистого, обычного, привычного, может быть иногда колючего, вырастили какой-то интересный, яркий, социально важный проект для нашего региона. Победители регионального этапа «Серебряного лучника» получат право презентовать свой проект в Москве и стать претендентами на национальную премию. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Далее смотрите новости экономики. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samargis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал SamarGis на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале SamarGis. Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела из-за 15-20% роста цен на хлеб с начала проведения продовольственного эмбарго. Дела возбуждаются в республике Коми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в Кировской и Орловской областях. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, что подорожание зерна в последние месяцы скажется на ценах на хлеб, которые будут расти еще несколько месяцев. Я так чувствую, что скоро мы снова вспомним, что такое раскулачивание. Антикризисный план правительства России предусматривает возможность роста безработицы в 2015 году на 68%. План также предполагает выделение дополнительно до 30 миллиардов рублей на выплаты безработным. Количество адресатов пособий, как предполагается, может вырастить до 1 миллиона 600 тысяч человек. По данным Росстата, в декабре 2014 года порядка 4 миллионов человек или 5,3% экономически активного населения классифицировались как безработные. При этом в госучреждениях службы занятости населения было зарегистрировано 900 тысяч безработных, в том числе 700 тысяч человек получили пособие по безработице. Отличный план. Вот только как безработные спасут экономику, мне не очень понятно. Отказаться от отелей all-inclusive и вернуться к классической модели монетаризации, позволяющей зарабатывать ресторанам, барам и прочим предприятиям малого бизнеса в округе, призвал новый премьер-министр Греции Алексис Ципрос. Он также пообещал обуздать вектор развития индустрии и гостеприимства последних десятилетий, который, кроме бурного развития системы «все включено», отличался постройкой отельных комплексов в экологически чистых местах и практически полной ликвидацией внутреннего туризма. Вот зря он насчет all-inclusive, наши туристы не поймут. Экономика страны пока в полушоковом состоянии. Продление санкций, ужесточение геополитических проблем, цены на нефть, инфляцию и слабеющий рубль – это далеко не полный перечень факторов давления. Рынок пока показывает небольшой рост, но положение российских бумаг очень нестабильное. На сегодня это все. Хороших выходных! Стало известно расписание игр «Крыльев Советов» в Кубке ФНЛ. Российские боксеры встретятся с соперниками из Мексики в Самаре. ЦСКА ВВС подписал контракт с новым защитником. Матчи Кубка Футбольной Национальной Лиги пройдут с 12 по 23 февраля в турецком городе Белек. «Крылья Советов» проведут свой первый матч на турнире 13 февраля. Соперником самарской команды станет Тюмень. 15 февраля самарцы сыграют с «Саратовским Соколом», а 17 февраля – с «Енисеем». Даты и время матчей плей-офф для «Крыльев» станут известны после проведения группового этапа, по результатам которого будут сформированы полуфинальные пары. Победители групп А и Б, а также С и Б выявят в стыковых матчах между собой участников финала, вторые команды – участников матча за третье место и так далее. 22 февраля будут сыграны места с 9 по 16, а на следующий день – с 1 по 8. Осталось только верить, что «Крылья» выйдут в плей-офф. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнований состоится 6 февраля в 18.00 в спорткомплексе «Грация» по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 кг будет защищать наш земляк – мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске в Сдюшор. Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив». Хоккейный клуб ЦСКА «ВВС» подписал контракт с 26-летним защитником Александром Богдановым. Он является воспитанником хоккейной школы «Новокузнецка». Выступал за команды разных профессиональных лиг – «Новокузнецкий Металлург», «Металлург-2» и «Кузнецкие Медведи», «Ангарский Ермак», «Челябинский Мечел», «Волжский Ариада Акпарс», «Нижнетагильский Спутник» и «Новочебоксарский Сокол». Сезон 2014-2015 годов начал в Ноябрьске, где за команду «Ямальские стерхи» провел 15 игр и отметился четырьмя голевыми передачами. На скамейке «Штрафников» провел 32 минуты. В команде ЦСКА «ВВС» он будет выступать под номером 17. Продолжение следует... Продолжение следует...